Вот я пришел в барабаши. Лена, а где наш отрак то у вас? Вот он. А, вон он где. Ну все. Так, ничего он вас не досаждает? Нет, слава богу. Хороший мальчик. Так. Помогает хорошо. Ну, слава богу. Это по-лагерному. Добрый день, Егор. Доброе утро. Что ты делаешь-то? Я завешиваю глину, чтобы починить... Ты на себя не смотри, чтобы не запачкать. Да это... А, ты штукатуришь. Пачки. Ооо. Вот это замечательно просто, а? Вода-то не холодная? Нет. Если холодная, можно горячей сделать, теплой. А на глина лучше разжимается. Надо больше соломы сюда добавлять, трухи, чтобы у вас не отскочило. Мекины. У тебя ноги-то комарики покусали? Да. Ну хорошо, это у тебя такой тазик здесь, или как сказать... Корыто. Корыто. Вот это я встретил, да. А, тут и солома у него. Мешок-то у тебя можно... Не знаю, у кого. Тараса-бульбу с бульбихой положить. Ну что, сняешься-то. Во сколько стоите тут? Ты потом-то как козырек назад повернешь, когда потом уберешь. Всегда, чтобы по лагерному было. Ты деревенский, поэтому я над тобой власти никакой не имею. Пришел посмотреть. Давай работай. Хорошее дело. Пройду-ка я дальше. О, трактор. А тут хозяин. Мастерский. Доброе утро. Доброе утро. Я думаю, сейчас приду к нему, он ничего не делает. Я спрошу, ты не свободен? Понятно. У меня иногда в глазах этот голубь ходит. Вы бы где-то ему... Наверное, что-то бросаетесь, сынши? Да батюшка его вон кормит. По дороге разбросано пшеницей. Я, наверное, скоро принесу голубей сюда несколько штук, чтобы его увлечь за собой. А где он бывает? Где сидит-то? Ну, говорят, он вот живет на тополе. На тополе? Да. Это вообще удивительно. Его надо замануть ко мне. Пускай у вас своих хватает. Я что это пришел-то? Если у тебя выведется время, вернусь к прежнему разговору. Одно время ты вызвался засыпать первый этот мостик. Оказывается, Алексей разговаривал у Стина с этим Валерием, начальником бульдозера-то. И он говорит, я сначала приеду и осмотрю все. А как я покажу ему там? Пройти туда невозможно. Мне нужна дорога. И при том, когда они приедут, бульдозер будет, то мне придется здесь прыгать, будь здоров. Сначала я должен завезти, а это я тебя хочу заручиться. Бульдозер придет, и как-то он дорогу туда, если до него мы не сделаем. В любом случае, помочь нам загрузить слеги, туда увезти, чтобы вначале быстрее приготовить ему. После Рыжковского он обратно придет, он еще не готов. И увезти один тюк солому. Договорились, да? Да. Ну подумай, если будет возможность, я не отказываюсь, чтобы до его прихода это сделать. Возможность-то будет, когда солнышко будет и тепло. Конечно, конечно. А это погода на расхват, мы ее ждем, не дождемся. Еще не начали страду, уже заканчивать пора по времени, а мы еще не начинали. И когда начнем, неизвестно. А что-то овечек вчера я в обед ехал, не было там, где они? Такой бед. Загонят, а вещек не было. Почему? Это которые на вашей территории? Ну да. А их сюда гоняют. Сюда? Да, там грязно. Ну, я и говорю, я проехал, мелькнул, а может, я говорю, где-то к забору прижались. Я вернулся назад. Проверил, нет. Ну что, маленько получше, Терентья? Лучше. Помоги тебе, господи. Ты нам это солома привез, мы знаешь, как ей тут забили это с пусто. Это большую работу сделали. Ну вот все. Не повернешь ее. А у тебя не слабенький этот ключ? Нет. А я всем давал такой ключ разводной. Вот он. А, вот он. Ну-ну, крепкий такой. Настоящий ключ. Это мне в одной организации дали, тогда я всем принес. Это что вы готовите-то? Да косилку. Стояла вчера, вдруг есть пружина порвалась. Никто не работал на ней, ничего. Усталость металла. Вот, отломилось ухо. Да, неправильно сделали изначально. Надо было как-то вот таким вот образом сделать. А не просто крючком. Оно перетерлось и треснуло. А у нас-то оторвало ее. Да. А от нежданья как добавить что-то, поправить ее? Ну вот, мы думаем сейчас из вот этих что-то может смонтируем, соберем. Понятно. Ну вот как в деревне жить хорошо. Все должен уметь. Рождается свобода. Независимо, где. А вот тут. О, грязь. А что грязь? Грязь это земля. Земля увлажненная. Не надо удивляться. Все, я посмотрел, ты как парень это используешь прекрасно. Для него это родители. Думали пасти его. Он нет, говорит, ему нравится. С глиной хочет работать. Вот, отлично. Пускай работает. Все, вода хорошая. В случае чего можно и воду подогреть. Когда я пищник работал, теплая вода на луше размачивает. Все. Они иногда мать звонят. Она на вас вышла, мать говорит? Да. Ну и Мария ее звать, как мою маму. Надо человека, говорится, испробовать в разных областях. На что он дальше угоден. Роман вышел на связь. Там за счет меня-то там нападки один творит. А он отвечает. Крепкому орешку с большой буквы. Испытание такое. Но все будет позади. Утешение дал. Ну, у нас тоже вчера суд. Одно заседание было. Ну, я знаю, еще. Ну, тоже нормально, хорошо. Ну, всех высушили и заседание закончили. А он был? Он был. Сидел, молчал. Он ни слова не сказал. Согласен с обвинением. Говорит, нет, не согласен. Выслушали всех свидетелей. Со свидетелями хорошо получилось. Все говорили по-разному немножко. У всех показания отличаются. Ну, там ненамного. Ну, основную конву-то, главное, они собрались. Ну, судья поняла, что это не подговоренно. Да, не подговоренно. Я ни с кем не разговаривал. Когда уже шли на суд, Женя меня спрашивает. Так в каком году-то это было? Уже вот перед дверями. Ну, говорю, в 13-12-м, помнишь, было? А, да. Спрашивает, какая площадь была у Андрея. Ну, я, говорит, точно не могу сказать. Ну, две клетки по 25 гектар. Ну, где-то гектар 50. А я перед этим тоже самое все рассказал. Сколько какая площадь, сколько гектар. То есть, видно, что он не выдумывает или не заученное, не выдумывает на ходу. А вот именно... А этого-то как звать? Андрея. Либо Андрея, ответчика звать? Да, да. Ага. Андрея. Потом у Жени спрашивают, в каких вы отношениях с потерпевшим? Ну, мы знакомые, живем на одной улице. Я работаю его иногда. То есть, нету... Это тоже главное. Нету, что такого. Вот мы, братья, там, родные, там, не разлей вода. Да. Это тоже было бы, как бы, на руку не нам, а им. Ага. То есть, ответчику-то. Потому что вы там все... А, одна шайка. Да, одна шайка. Да, он и там сидел, когда вследствие... То есть, он у тебя взял гречки... Одна сестра. Сколько гречки он у тебя взял? Ну, вот, по зачету 18 тонн. Он... Я ему позвонил. 18 тонн? 18 тонн, да. На сегодняшний день... А теперь отказывается платить и говорить не брал. Говорить не брал. Не было у него никакой гречки, ничего. Уже сколько судов прошло? Нет, это первое заседание. Первое. А пока только следствие шло. Да, да, следствие. Ну, ну, ну. Всех вызывали, мы ездили туда. Мы молились за все. Мы помнили. Батюшка сразу дал знать. Мы на молитву ту же минуту встали. Помоги тебе, Господь. Все говорят там, говорит, ну, это не нужно ему совсем. Даже если вырежет, не вырежет, разницы нету. Ну, у Бога же это все зафиксировано. Да ты не думаешь, что ты ему вырежет, как у батюшки-то тут один взял Корченский, ты не отдал. Дом построил, он говорит, все. А с него что? Говорит, старую машину увели кто-то там. Кто его там? Фамилия-то его какая-то? Может быть, ну, не знаю, Горшинин, наверное, что ли. Как? Сейчас другие фермеры тоже судятся. Не судятся и в банкротство. В банке набрали денег, а получается... Нет, это у батюшки взял и отказался давать. Ну, это Туров, наверное. Нет, не Туров. И не Косых, какой-то там... А? С Горшинин. Кто-то там, кто такой вот. Ну, дом построил, сейчас он 10 лет на пенсии. Мы с ним вчера виделись как раз. И живет нормально. Да, нормально. И все до суда Божия будет. Вот так. Вон сиротима пошла. Все хорошо. В следующий раз в четверг в 11 часов. Ну, все, уже свидетелей уже там не будет. Похоже так. Это вы каждый раз ездите в Рубцовск? Зачем в Рубцовск? В Мамонтово. А суд-то в Мамонтово? В Мамонтовский суд. А сколько отсюда наматывает километров? Ну, километров 60. Так он приезжает в Мамонтово? В Мамонтово приезжает. А если не приедет, наверное, ему нехорошо будет. Наверное, там предупреждение. А ты знаешь, что на меня суд... У него подписка о невыезде, да? У меня в среду в полвторого. Ну, поэтому, что... Поедете в город, да? Нет, я позвонил Севастяну. Он говорит, нет, нужны никакой нет. Это так, говорит, примерка. По уголовной статье не прошло у них пока, не получилось. По гражданской. На меня тысячу, а если это от общины, то 25. А мне по интернету говорят, если будет, то говорите, мы разберемся, погасим вам. Ну, я говорю, надо кормить-то. Братья-то, с ними ездила. Машина полная. Пузатые милиционеры, подполковник. Он же даром не будет. И это ясное дело, что любыми путями вырвать надо. Мне надо точную фразу найти. Петр Первый, когда образовал таможню, то он сказал, поставить на эту должность самых наглых, самых бессовестных на эту должность. И зарплату самую низкую. И эта свора сама себя прокормит. Хладовщику, да мне вообще зарплаты не надо. На складе же работают. Ну, не проедешь, если не отдашь. У меня было такое, Украина. Драла. Одному подарю книги, другой сидит и мне дает. Для того, чтобы поставили печать, что наши документы правильные. Поехал к ветеринару, и тому пришлось подойти. Каждому я дарил по 3,5 тысячи. Вот умножь, если на 5, уже куда будет. Но это книги, они не считаются за взятку. И нам нужно проехать было документы, печати, зачипированная собака. Не такого цвета бумаги. Я тогда показываю синюю, он говорит, нет, белая. Я тогда раз белую вытаскиваю, он посидел маленько. Как обзавелись, надо пропускать. Не стоя милиционер, он говорит, остановил штраф. Посмотрел, ремень привязанный, готовый за 100 рублей задавиться. Рассказывает анекдоты. А к одному пристал, он говорит, собака, говорит. И 100 долларов купюру плюнул и на лоб прилепил. А тот так и зашел, и старший лежит, милиционер, и говорит, вот у меня собака, а то сразу соскочил, позволь. А то драл, это я собака, а ты еще щенок, говорит. А главное, что? Придет Дух Святой и обличит о грехе, что не верует в меня. Человек веры был, разве он поступил, вот лагерь наш разрушать. Сейчас отовсюду. Воззвание с Хабаровска сделали, составили ролик обращения к медведю в сбор подписей в защиту лагеря. Чего только там сейчас не пишут. Отрицательный только один. Это Скоратовский из Америки, бывший, как бы, перешедший в православие. Лопается от злости. Это божественная организация, надзор, божественная милиция. Бог услышал молитвы. Этого еретика, сектанта, вурдалака, упыря там меня. Как только может. А почему? В священники идет, ему нужно пробить путь, чтобы ему поверили. И он сейчас вот до гузна вылупается. Сказать, что он свой. Да, свой, свой, не засланец. А ничего нету, тупость одна, неразвитость. Все сказывается здесь. Почему? Злоба отнимает разум, как Исидор Пилосиот говорит. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Вот этого надо бояться. Ну, спаси Христос. Помоги Господи. Вот так, потеряевки живут. Немножко пройду, покажу еще. Вот здесь мы идем. Игоря Барабаша дом. Одно время на него тут местный милиционер, подполковник был, разобиделся. А Игорь-то его дом-то строил из камыша сначала, а потом обложил. Он теплый очень, маты. Вот видишь, как Россвязь тут показать даже. Это потеряевки. Потеряевки на стене. Тут адрес государств каких. Вот, все тут есть. Города. Вот, как бы не было мобильного, то тут бы, конечно, было незаменимое. Видите, как в заботе санас. Все у нас есть. Да благословит Господь всех, кто повесил эту аппаратуру. Ну и все. Я показываю, как у нас тут работают. Пойдемте-ка. Какие цветы у них растут прекрасные. Мальва. Вот, спрашивают. Яблони. Видите, сколько аппаратура. А вот синяя крыша – это храм. Я не знаю, видно, не видно тут крест. Я даже не знаю, как показать. Видно-вильно. Вот. Здесь у него гараж большой. Курочка вторая. А начало с нуля. Я хотел прийти к вам, чтобы вы побеседовали с этим, который работал сейчас у Нианилы, который разведен-то. Что ты ему дала наставление-то. Согласна? Который алименщик? Да. А он где работает? У Нианилы. Отмостку делает вокруг. Ну и что с ним поговорить? Ну вот я с вами приду, я его засниму, чтобы вы ему дали наставление. Вы хорошо со мной разговаривали, когда были-то. Я-то подумал, что оставить надо это на память. У вас опыт большой. Я вчера видел в окно, вы там просворы делали-то, я уже не стал заходить. Я был в Барабаши, увидел второй человек с Володей. Говорю, а кто? Говорю, а Митя приехал. Ну я хотел встретиться. Ты его нашел? Нет, я не нашел. Я сходил до свинарника, и никого не было. Они, наверное, в саду были. В саду? Может быть. Я дошел, покричал, никого нету. Вот так. Ну ладно. Ну еще, если я с ним подойду к вам, побеседуешь с ним? А? С этим, с Виталием подойду, побеседуешь, дашь наставление? А его как звать? Виталий. Виталий. Ну помолись. Это надо, когда ты придешь? Я приду и с ним вместе. И с ним, побеседуешь, это будет очень хорошее наставление. Не ему одному. У вас большой, огромный опыт. Вам сейчас сколько лет? А мне вот будет 11 августа 90. Ну умница. И памяти Бог не отнял, и на ногах стоишь. Врач мне так говорил. Не радуйся, говорит, годами. А радуйся, говорит, а ум, говорит, работает. Вот это самое, говорит, самое главное. А знаешь, почему ум работает? Потому что ты молишься Богу. Молишься Богу. В церкви никогда не садишься. Никогда тебя не видел сидящий. А ты знаешь, какой он это, как меня искушает, а? Это я не знаю. Это милость Божия все-таки крепит. Он искушает, но Господь сильнее его. Господь допускает, пытает. Да. Как? Потом будет воспоминание. Жила Плотникова Серафима Гаврииловна. Как она вела себя. Это воспоминания-то сколько оставишь. Я сейчас своим говорю. Вот вы только заходите, плюх на сиденье. В церкви-то пришла сидеть, отдохнуть от огородов своих. Да. Игнат Тихонович, я же говорю, вот как Господь, действительно, сейчас я как на опыт, как ученицы все это. Вот сюда зайди-ка в тенечек. Вот сюда маленько вперед еще шагни. Шага два, чтобы тебе солнце на лицо не падало. Пришла я с огорода. Да. Устала я. Ага. А ведь правила надо делать. Я подхожу к образам и говорю, Господи, а что я тебе принесла? Я немощь, говорю, принесла. А сама так со скорбной душой, говорю. И мне поманулось на поклоны. И чё? Один поклончик вроде сделала тяжело. Второй вроде полегче. Третий. Да Иисусу молитву. И я и хорошо сделала. Матерь Божья надо. Да Матерь Божья сделала. Ангел-хранитель. И Игнат Тихонович. И я как будто бы, как и не было усталости. После этого я встала на чтение. Вот как, я говорю, когда ты усталый, не ложись, а он тебя тянет. Ляжь, ляжь, ляжь. Искушение. Да. А вот тут вот, видишь, подошла к Господу Богу, побеседовала с ним. Всё. Ты говорила, что после этого я стала гимнастикой заниматься? Как? Говорила, гимнастикой стала заниматься? После моления надо немножко, да. А как ты делаешь? Не можешь показать? Как? Да. Ну, это обычно. Вот всё так вот делаешь. Всё так. Всё. Всё делаешь. Всё это так. Потом и так. Вот несколько раз так. Несколько раз так. Всё. Да всякое. Всякое делаешь. Вот. И оно есть поклонно-поклонно. А физи-зарядка, физи-зарядка. Если бы я физи-зарядку не делала, вот я говорю, я в храме не могу долго стоять. У меня как будто бы шашечки соединяются. А когда я начинаю? Видишь, оно уже вроде разрабатывается. Ну, да. И мне уже становится легче. Я говорю, был бы ум бы, когда помоложе была бы, век бы не согрешил. Ну, сейчас уже, ну, и то благодарю Господа Бога. Это же, я же не знаю, как это. Ты на 13 лет старше меня. А 13 лет в этом возрасте много значат. Вот именно, говорю, это. А как раньше чуть устала, раз, и лег. И сейчас сидит. Но я, по милости Божией, во храме, я как начала ходить, я никогда не сидела. Я вижу. Ни разу я вас сидящий не видел. Ни разу не сидела. Ну, и вот, Игнат Тихонович, и удивляюсь. Во храме стою, не ощущаю ничего. А вот видишь, а дома уже другой раз и сядешь на моление. Вот. Значит, в храме пламя огня. А дома дым без огня. Да. Вот. И все уже сейчас чувствуешь, все знаешь. Ну, слава Богу, не знаю. Дал Господь мне. Это, 17-й год я проживу. А там не знаю, как. И тебе же, говорю, вот какое откровение было. Сижу я на диване, а на ногах у меня Марина. И я ее вот так вот качаю. Это, сноху. Да, маленькую. И вот батюшка Аким пришел, сел со мной рядом и говорит, когда ты бросишь работать. А я говорю, батюшка, да мне осталось два года, говорю, и я пойду на пенсию. А работаешь на огороде. У тебя в огороде еще растет. Ну, я не знаю, когда он сказал, за что он сказал. Но он сказал, когда ты бросишь работать. А я говорю, батюшка, да мне осталось два года. И я пойду на пенсию. И как вот так сказала, я открыла глаза. Это во сне видела? А? Во сне видела? Да, я батюшке рассказываю, он говорит, ну это гарантию тебе Господь дал два года. А там, говорит, это, как он, говорит, может продлит или, может, заберет. И эту дату я запомнила. 19 октября я легла. 20-го, вот это мне было. Это в 17-м году. И вот будет как я, отойду я или не отойду. Ну, 17-й год я должна, это. Да. Боже мой, Господи, пошла я. Хорошо. Это. А если я подойду к этой? Подойди. Туда. Во сколько? Сейчас, сразу иди туда. Я за тобой иду. А то мне лучше сразу, а то я уеду, неизвестно, что я где работать буду. Лучше сразу. Господь говорит ныне, когда услышите голос Божий. А я не знаю, как Господь откроет. Это когда говоришь, это когда Господь открывает. А он откроет, мы молились об этом уже. Вот. А я не знаю, а я приеду и совсем, может быть, это. А я уже говорил с ним. На он что? Подготавливаю. Не против. Не против. Подходи тогда, я сейчас подойду к нему.